Здравствуйте, друзья, прогулки по Осетии Алании. Ранняя весна у нас на улице сегодня 14 марта. У меня опять выдался денёчек, возможность, чтобы проехаться по неизведанным для меня местам в Осетии. Оказывается, век живи, век учись, потому что с каждым разом обнаруживаю, что есть ещё места, где я не вступал, и поэтому все эти промах я пытаюсь как бы восполнить. Нахожусь в Царанвод, заброшенное селение Царанвод. В картах ещё времён Советского Союза он обозначается как Чинарыб, кажется так как-то. И начал, как всегда, если есть селение, у селения есть святилище. Святилище или церковь. Решил начать с церкви, на которой я буквально сейчас обнаружил над селением. Само селение находится внизу. Что ж, поехали. Именно, друзья, по размерам он напоминает классический храм в длину метров 15. Вот здесь восточная часть и западная часть. Купол обрушился, внутри каменная стройка и облицован из красного туфа. А туф, как я вам рассказывал, привозили раньше из Армении. Вокруг вот столько камней. Это, скорее всего, было изгородь. Смотрите, элементы декора. У меня есть подозрение, что вот там наверху ещё что-то. И я думаю, что мы его должны проверить. Поехали, которое нужно проверить. Это же довольно хорошо, но там даже и не слишком яд. Я могу ждать, что я думаю, что с целью. Очень интересные такие кресты у входа. какого века и кем была построена я не возьму сейчас судить но могу предположить что так смотрите как же он красиво он или она церковь она красиво храм красив редко в каком храме увидишь нас такую красоту лично восхищен внутренняя штукатурка отпала русписи элемента росписи не осталось к сожалению но но однако же остались очень интересные колонны смотрите-ка и колонны на рек колонны тоже выполнены из разных из разного из разных камней из разных пород вот это травертин а это похоже на дойнок дур что-то похоже на базальт здесь очень много этого травертина камня желтый пористый камень это говорит о том что из морского дна скажем окаменелый окаменелый песок морской и вон еще бывает на этих минеральных источников если я не ошибаюсь если я их не путаю по названиям по мне так очень необычное но риман он не совсем похож на то что у нас другой есть к сожалению я мало знаю по историю этих мест здесь купол обрушился вот я виде снимаю видео и по ходу снимаю фотографии вот там сбоку боковой лаз и там есть маленькая комнатка наверняка что-то подобное здесь тоже есть но он заложен я здесь смотрю на эти боковые окна местами они заложены вот здесь боковой комнатка гунды честно скажу я про эти места вообще ничего не знаю кто как какие-то краткие сведения вот а если кто-то из моих подписчиков узнает эти места пожалуйста в комментариях отпишитесь только и начинайте опять это вы на нашей земле живете в этот гости и тому подобное по существу кто что знает по истории храма села иначе будут блокировать не знаю если это даже построена грузинами я не знаю египтянами или пришельцами инопланетянами без разницы сейчас это исторический памятник находится на территории южной осетии я хочу о них знать все чтобы сохранить кое-как есть и сведения о них чтобы были и мне важно кем они были построены алланами скифами сарматами царем горохом или какими будя каким для меня суть важно что есть красивый красивый храм памятник культуры и чтобы он был сохранен для меня это архив важно так что делитесь со мной именно нужной информацией по истории демагогов буду блокировать к чертовой матери кстати ранее весна и уже полезли цветочки совсем недавно еще на той стороне горели луга леса ну там молодняк и идет дорогу поднимается вот гуджи таково кстати здесь еще сбоку есть строением то ли это было жилое эти кладку и от камней храма сообразили вот такой стол здесь наверняка не сидели и отмечали празднество в плане внешних узоров декора мало 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 таких вещей на нем вот это кусты зимой и летом одни цветом если спорта то это не я не обязательно елка и не доллар это может быть еще и самшит как я помню убежали где-то это этот что это это в и это это что Еле отдышался, друзья. Поднялся на подозрительную высотку, горку. И вот здесь видна кладка. И может быть какая-то маленькая часовня была. Наверняка здесь был монастырь. И не как было в средние века, вот допустим как у храма Икоса, там был храм и рядом с ним была цитадель, которая как бы защищала все это. Вот здесь камни как будто часть, вот эти поросшие мхом, это камни, как будто часть стены. Ну как-то так. В общем, дальше буду снимать уже селение, наверное. Недалеко от храма, кладбище и обвалившиеся деревья. На могилах написаны грузинскими буквами по-грузински. Вот. Ну я слышал, да, что это грузинское селение. Хотя, смешанные бывали селения. Так, это же, наверное, надгробный камень. Это все со временем листва, почва сползает. И, к сожалению, через некоторое время он окажется под землей и уже могила потеряна. Но это все. Лес у нас буковый. Тарска, фоткад. Тарскад, фоткад, фоткад. Тарска, фоткад, да? Флдедар фоткад, по-моему. Вот, вдали храма. Если кто-то из моих подписчиков окажется, что знаете историю этих мест, будьте добры, пожалуйста, откликнитесь, если даже есть возможность, пройдите со мной, заново все поснимаем. Вот пережила зиму морская калина красная. Наверно особо вкусно будет, которую морозу пережила. Это что у нас, этот кузов от этого газика в кустах. Заброшенный дом, кстати, не сожженный, а не заброшенный. Наверняка от снеговой всякого обвалился. Является ли это последствием войны 90-х или 2008 года? Я не обладаю информацией. Вот еще дома внизу. Шаранод. Я потом в заглавлении посмотрю на карту, как называлась эта местность. И от этого буду уже называть видео. Уютная в котловане и, судя по всему, хорошая земля. Рядом протекает речка. Глубже уже уходит и налево, в километрах в трех, а может где-то в четырех, находится Сат-Ихар. Вот дома. Я спустился к селению. Храм находился вот на той высоте. Наверняка сейчас где-то, сейчас вспомнилось, на территории Грузии, которые были Ястинские села. Это в Кахетии, Буржомском районе. Наверно, всех перечислять не перечислить. Карельский район, Гурийский район, Касп. Везде были Остинские села. Триолет. И сейчас наверняка вот так же выглядят Остинские села. Если они выглядят получше, то, пожалуйста, скиньте мне это видеофотограф. Убедите меня в том, что те дома уцелели, не были разграблены или не были разрушены. Охожане, Донок Форста Шамчу. Забрели в сад. Здесь тоже был дом. И еще вот в этом доме сохраняются признаки жизни. В том плане, что нижнюю часть еще, наверное, кто-то посещает. Может, летом выполняет функции как дача или место отдыха. Ну, на нем написано «Остинский дом». «Остинский дом». Распустился к речке. Такая маленькая речка, которая вытекает. Я бы сказал, где-то в районе Ксуица вытекает эта река, по-моему. Вот такой мост еще сохранился. И вид на деревню. Вот еще более-менее сохранившийся дом. Вот мы там вот были на храме и вот так спустились. Все, друзья, на этом я с вами попрощаюсь. Не сидите дома. Насчет, что касается какого-нибудь туристического потенциала данных мест. Да, природа симпатичная, красивая. Но для туризма, я думаю, что, может быть, для каких-то единиц, кто хочет пройтись по неизведанным тропам. Здесь интересно будет, в том числе, этот храм. В плане минеральных вод или каких-то необычных природных явлений, здесь я пока что не знаю. Может, что-то есть. Может, я что-то обнаружу здесь такое, из-за чего эти места попадут под мои туристические маршруты. А пока что просто знакомлю вас с жилыми, с нежилыми, с некогда жилыми селами. Вот так. Ваш Гурам Горсанов. Любите и жалуйте. В общем, ставьте ваши лайки. А я поехал дальше изучать Осетию для вас, друзья. Всем пока.